Надо вообще чётко понимать, мы имеем дело с коварным, системным, очень жёстким врагом. В Госдуме заявил, что средняя зарплата в России 73 тысячи. Вы рады, что у вас такая зарплата? Конечно, в основном. На что вы тратите эти деньги? У нас такой зарплаты нет. Эхо! Скажите, пожалуйста, почему? Скажу, пожалуйста, говорите. Зачем нам мир, если в нём не будет Россия? Є дві реальності. Та, у которой средняя зарплата росіян, за словами російських депутатов, 73 тысячи деревьяных, и та реальность, у которой насправді живут росіяни, які в очи таких зарплат ніколи не бачили. В Госдуме заявил, что средняя зарплата в России 73 тысячи. Вы рады, что у вас такая зарплата? Конечно, в основном. На что вы тратите эти деньги? У нас такой зарплаты нет. Кому мне верить? Ну, у нас средняя зарплата около 20. Никому верить. Самому себе. Средняя зарплата 20 тысяч на ваш автинский парень. Всё, извини, мы пошли. На рынок вообще заходили, всё подорожало. И конфеты, и мясо, и ну, что бы то ни было. На рынках цены от чего зависят? От всего. От бензина, от закупки, от опта. Приезжаешь на опт, всё. То есть это не жадность продавців? Ну, какая жадность? Это не за того, что мне надо много денег, а просто ты поехал на Олд покупать, а цена взлетела пополам. Ну, если она взлетела пополам, и сам же ты там что-то накручиваешь. Совокупный доход вашей семьи, он составляет 73 тысячи? Нет. У меня мрут. Заработная плата. Ну, сейчас мрут 19,240. Вот так есть. Больше нет. И пенсии 13 тысяч у меня. Поэтому и работаю, потому что пенсия маленькая. А совокупный доход вашей семьи 73 тысячи составляет? Нет, конечно, нет. 45 где-то. Я ж не гадаю, що заступника російського міністра оборони Тимура Іванова затримала нібито за хабар у один мільярд. Цікаво, скільки років росіянин, який заробляє 40 тисяч, міг би жити на ці гроші. Але їх все влаштове. Вони ж продовжують жити у злиднях. Головне, що цар на троні і десь там війна, а не в них. Тим часом у студії пропагандиста Віктора Баранца, той, що віщає на радіо «Комсомольська правда», зателефонувала жінка, яка запитала, а чому діти депутатів не йдуть воювати і не гинуть на так звані СВО, а перевдягаються звичайними людьми. У відповідь на це Баранець глузливо заявив, що так случилось і нет такого закона, щоб вони могли воювати. Скажіть, пожалуйста, почему дети, діти і внуки депутатів і сенаторів не воюють на Донбассе? Це недопустимо, це моральна сторона вопроса, але нет в Росії закона, який об'язує всіх депутатських сенків і міністрів посылати на фронт, уважаємо. Не треба посылати, почему вони не йдуть добровольцами, і почему? Потому что им здесь лучше живеться, здесь спокойнее, здесь не убиваются. Наивнейший вопрос. Ну короче, они просто прикрываются народом. Ну тут можна додати лише одне. Депутати російські відправляють на смерть не своїх, а чужих дітей лише тому, що їм це дозволяє народ. І поки народ покірно йде, воювати на чужу землю нічого не зміниться. Тим часом російська пропаганда знову закликає, як ви думаєте, до чого? Ну звісно ж, до ядерної війни. Да так би мовити, превентивного удара по Заходу. Зокрема, про це просто вирощить кремлівський пропагандист Владимир Соловьов. Надо вообще чётко понимать, мы имеем дело с коварным, системным, очень жёстким врагом. И речь идёт не о том, что мы договоримся, или мы, или они. Вы, конечно, извините, в этой ситуации это, наверное, абсолютно эгоизм, я как-то предпочитаю мы. Любые заверательские фразы, что «как вы не понимаете, это же гуманизм, вы что, хотите, чтобы весь мир исчез в ядерном пламени?» Ответ простой. А вы хотите, чтобы исчезла Россия в ядерном пламени? То есть вы считаете, что ради того, чтобы понравиться западным, необходимо уничтожить Россию как страну традиционных ценностей? Ну, мне не кажется, это правильным подходом. Совсем. Поэтому, должны ли мы нанести превентивный ядерный удар? Но хочу напомнить, что в Америке это в доктрине записано. Ну, по крайней мере, превентивный ядерный удар по головам нашей партии мира в субботу был нанесен. То есть я думаю, что даже у последнего иллюзиями живущими иллюзиями последних 30 лет, теперь есть чёткое понимание, что никто с нами договориться не собирается. Нас собирается ограбить и уничтожить. Цикаво, Соловьев – это ядерный удар, как соби взагалі уявляє. Мы уже бачили, что все российские ракеты, включая хваленые кинжалы и циркони, західное ППО відменно сбивает. И так же бачили, что российский ППО не способен защитить величезную территорию России, как от безпилотников, так и ракет. Проте Соловьев буквально дорожил и думкой про радіоактивный пепер. О, до речи, погляньте, кто тут у нас. Дед Кисельов також взялся вкотре угрожать, что РФ перетворит США на той же самый радіоактивный пепел. Пропагандист пообіцяв, что если Захид отправит свои войска в Украину, то Россия доведется митцево разброяти Францию, а еще потопить Велику Британию и перетворить на радіоактивный пепел США. Если страны НАТО введут свои войска на Украину для того, чтобы нанести России стратегическое поражение, то тогда и наступит тот самый момент, о котором Путин как-то сказал. Зачем нам мир, если в нем не будет Россия? Тогда уж от нас полетит все и везде. И Сарматы, и Ярсы, и Авангарды. Уже в прицелах американские центры принятия решений и пусковые установки на суше и на море. Францию, как ядерную державу, придется мгновенно разоружить. Британские острова просто уйдут под воду. Технологии для этого имеются. И мы о них как-то рассказывали. Но лучше до такого не доводить. И это не пропаганда. Вообще, мы в нашей программе еще 10 лет назад, в 2014 году, наверное, впервые сказали, что гарантированное возмездие неотвратимо. Не надо загонять Россию в угол. Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. А это ось зет-пропагандисты, которые буквально нещодавно просто трюмфовали через варварские удары по электростанциях в Украине. А теперь из разгубленным виглядом обговорюют новый пакет допомоги от США и перераховывают российские места, куда дистанут новые ракеты. Причину на святковый связок между этими событиями они продолжают в притул не помечать. Хотя уже даже детям зрозумело, что чем больше військовых злочин, Путин чинает в Украине, тем больше Захид помогает Украине. Для понимания, атакамцы 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. А это ось парадный настрой. Оренбург, который не так давно тонул и продолжает тонуть от воды через прорыв дамбы, на которой разыграли много денег их чиновники, которых назначил их кривавый диктатор. Так они решили влаштовать свято 9 мая. Только погляньте на этот шабаш безумства. Готовы? Поехали! На почти Гагаринское поехали режиссеры, откликнутся почти полторы тысячи человек. Да так, что нас с оператором мурашками обдаст. Дальше идем! К которую неделю к главному празднику в году готовятся студенты областного колледжа культуры и городские творческие коллективы. Первые в первом ряду шагают солисты Оренбургского государственного академического русского народного хора. Станет за веру русская земля и песня из рекордора Александровцев «Огненные годы». Соответственно, не волнуйтесь, потому что мы уже привыкли к этому мероприятию практически уже несколько лет. Если артисты на репетиции чувствуют себя вполне уверенно, то вот артистки слегка мандражируют. От них ждут синхронности, а с нею пока не все гладко. Лоток нужно синхронно снять, синхронно одеть, чтобы у нас автоматически все линии были прямыми, правильными и красивыми. Кстати, об Оренбургском Пуховом. Он на параде не просто реквизит, главный символ. Пока артисты пробуют в СКК Оренбуржье, площадь имени Ленина готовится принимать и их, и зрителей парада победы. 19 марта приступили к монтажу вот этих всех огромных конструкций на площади Ленина. Трибуны на 3,5 тысячи посадочных мест, сценический комплекс с большой стеной, протяженность 128 метров у нее длина, высотой до 10 метров она доходит, которая будет оформлена в тематику нашего праздника. Парад начнется 9 мая в 10 утра. В нем примут участие больше 700 военнослужащих, в основном это участники СВО. Впервые по площади пройдет парадный расчет военного учебного центра ОГУ. Кроме того, в этом году на площади Ленина продемонстрируют новые системы противовоздушной обороны. Друзья, на этом все. Обязательно напишите ваш комментарий, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и ждите на следующий выпуск. Субтитры сделал DimaTorzok